всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про проблемы почему сдохли десятки я в целом расскажу почему в целом игра очень часто умирает не только на десятом уровне все очень просто допустим сейчас последние 8 боев которые я сыграл на десятом уровне все были с тремя артами тупо три арты каждый бой 8 боев подряд это максимально не играбельно не интересно раздражает и отбивает желание вообще находиться в игре и почему так произошло потому что включили битву блогеров новый режим который на 10 дней или насколько он там 7 на 7 на десятом уровне это довольно таки популярный режим из-за этих же самых блогеров в нем играет много людей поэтому в рандоме людей стало меньше поскольку они все в битве блогеров на десятом уровне соответственно сейчас на десятках в рандоме играют максимальные идиоты а максимальные идиоты в рандоме в основном играют видимо на арте раз по 8 боев подряд три арты играть вообще невозможно на десятках сейчас и до конца битвы блогеров нет смысла на десятках играть вообще просто абсолютно нет смысла также еще раньше такие события в игре яркие и масштабные были очень редко допустим марафон на прям танк был раз в год на новый год и все сейчас мы уже докатились до такого состояния что такие большие масштабные яркие события с добавлением каких-то активности в игру новых временных режимов и так далее они уже накладываются друг на друга даже промежутка между собой не имеют вот сейчас еще поверх битвы блогеров накатили еще черный рынок после всего этого еще кажется начнется там на глобальной карте ивент который опять заберет из рандома кучу десяток хорошо играющих и рандом снова будет конченый в нем останутся только слабо играющие хрен пойми кто адекватности там будет 0 принципе как и сейчас потом после этого ивента на глобальной карте начнется что-нибудь следующее допустим ранговые бои снова десятки уйдут из рандома в ранговые бои это конечно не особо популярный режим но хорошо играющих на десятках этот режим заберет и рандом снова отупеет после этого начнется линия фронта которая заберет очень много людей из рандома и рандом на всех уровнях отупеет окончательно потому что все будет сидеть в линии фронта днями и ночами фармить серебро потом когда линия фронта закончится они вернутся в рандом с кучей серебра зарядят full голду и рандом немножечко станет адекватнее но на full голде после этого запустится следующий какой-то режим потом pve режим весной потом следующие полгода будет еще стальная охота потом еще какие-нибудь марафоны на прям танки но вы поняли промежутков между этими всякими событиями яркими в игре уже практически нет вообще а иногда они накладываются друг на друга и каждое такое событие сбивает блендером нашу прекрасную картошку превращает ее в гнилую пюрешку и рандом каждый раз тупеет окончательно после каждого такого вот события и ты либо играешь в этот вот режим который картоха тебе подкинула временный либо лучше вообще не заходить в игру потому что в эти моменты картошка на промежутке этого события в игре в рандоме тупеет в края ломается либо пару уровней либо вообще практически весь рандом ломается играть вообще невозможно в нормальных играх делается все очень просто добавляется режим и он постоянно находится в игре чтобы люди утряслись между этими режимами и нормальные люди играли и там и там и потихоньку осваивались в игре в том режиме в который вам нравится играть вместо того чтобы бегать туда-сюда и в итоге забывать как там играть и там не успел поиграть научиться и туда-сюда бегаешь и все ни к чему хорошим это не приводит но картошка наоборот взяла выключила командные бои кб больше в игре уже давным-давно нету там вот лежали люди никого не трогали лицом на клавиатуре фарм или серебро никому не мешали их оттуда выгнали и понеслось куда попало а теперь им предлагают играть во временные режимчики иногда при том что они в рандом то не особо некоторые поэтому на мой взгляд картошка здесь делает очень невероятно конченую вещь со своей же игрой со своей же аудиторией она их дергает по нескольку раз в месяц туда-сюда а самое хорошее состояние это когда никто никого не дергает никого не трогает и каждый занимается своим делом поскольку каждый раз вот этого дергания до хорошего не приводит раньше это все выглядело как тесты каких-то режимов потестировали убрали дорабатывают а сейчас некоторые режимы мне кажется нужно включать на постоянку чтобы люди сами шли когда хотели фармили серебро в линии фронта равномерно пофармили вернулись в рандом пофармили вернулись в рандом кто-то сейчас в рандоме кто-то сейчас в линии фронта и потихоньку люди туда-сюда перетягиваются и нету каких-то резких скачков хоп все из рандома вышли в линии фронта целиком сели полтора дебила в рандоме катаются друг с другом не могут понять вообще вашу они играют остальные все сидят фармит серебро это очень серьезная проблема которая на первый взгляд вообще не похожа на проблему но игру она портит невероятно сильно и остальные режимы тоже должны переходить в постоянные иначе нафига их туда-сюда смыкать что это за бред ни в одной игре такого бреда нет только в нашей любимой картошки я понимаю там в некоторых играх иногда рейтинговую систему подрубают чтобы письками померяться но это не то что делает картошка картошка вообще полную ахинею творит плюс еще к этому могу добавить что проблема в десятках добавляются еще в следующем факторе что сейчас настолько быстро и много можно получать опыта что люди за тысячу боев прокачивают по три ветки десятого уровня и в принципе за счет чертежей можно вообще не играя прокачивать ветки за этот новый год я вообще три ветки докачал до 10 уровня с восьмого до десятого при том что я вообще не играл ни на восьмерки не на девятки не на десятки просто поклацал чертежики и она прокачалась и люди которые не играли в танчики могут за очень маленькое количество боев дойти до 10 уровня и что они там будут делать полный бред при том что и старые игроки то не особо все и умеют играть в общем меня нереально сильно напрягает тот факт что когда подрубают какие-нибудь режимчики в картохе временные невозможно играть в рандом а в эти режимы которые подрубают не всегда хочется играть и не всегда даже нужно в них играть потому что в них кроме как допустим пофармить серебро нечего больше делать а допустим серебро есть зачем тогда в него играть а в рандоме уже не поиграешь причем бывает довольно таки продолжительный период времени не поиграешь в рандоме да и я вижу что это дергание туда-сюда на людях тоже сказывается не самым хорошим образом сам был арчик играть красиво всем пока